Мы говорили о subjunctive моде. Это сослогательное. Индикатив. Индикатив моде. Repeat. Индикатив моде. И императив моде. И императив моде. Индикатив. Индикатор. Индикатив. Индикейтор. То есть индикатор нам показывает что-то. Показывает, означает, что все, что вокруг нас, это в основном индикатор. Индикатив моде. Изъявительное наклонение. Я хожу в школу, я занимаюсь английским, я ездила на каникулы к бабушке. Это все индикатив. Какие бывают исключения из этого индикатива? Какие другие наклонения? То есть муд, наклонение. Муд переводится как настроение. То есть огромное количество предложений мы строим в индикатив моде, просто описывая что-то, просто донося какую-то информацию. Но если бы кабы во рту росли грибы, это нереальное предположение. То есть уже здесь получается окрас другое предложение. Это нереально. Если бы кабы во рту росли грибы, то был бы не род, а целый огород. Это какое наклонение получается? Can you hear me? Yes. Subjunctive mood. А, subjunctive mood. Yes. И когда мы imperative, когда мы как императоры указываем, приказываем, emperor, emperor, ну, мы кому-то приказываем open the door, close the door. Это какое наклонение? Imperative. Imperative – повелительное. Ну, так, для информации мы не будем на этом долго задерживаться. Итак, самое распространенное какое? Indicative. Translate, please. Сослогай... Ой, изъявительное наклонение. Изъявительное наклонение. Wait for a sec.